Ваш микрофон, маэстро. Юрий Александрович, ну начнем с короткого вопроса. Я считаю вас первым продюсером в России. Продюсером в лучшем смысле этого слова, продюсером не в том смысле, в котором многие, к сожалению, многие используют этот термин еще до сих пор на территории Российской Федерации, продюсер как человек, который из кого-то что-то делает путем каких-то странных штук, такой какой-то трикстер, человек, который фокусник и чаще всего мошенник. А вы продюсер в прекрасном изначальном значении, человек, который работает со звуком и с талантливыми артистами, который из человека достает из музыканта самое лучшее. Как вы вообще относитесь к такому статусу, когда вас называют первым продюсером в России? Вы согласны или нет? Можно так сказать, наверное. Дело, что у нас вообще такого института продюсеров тогда не было. Слова вообще не было продюсеров. Оно было быстрее, это кино, бизнес, а в музыке ничего подобного. Ну, как бы, это и не называлось тогда продюсирование. Это проще. Люди уже, когда дальше начали как бы работать, и полезла вся эта информация с Запада, где-то в начале 80-х годов, по-моему, то оно как-то начало фигурировать. И тот центр, который мы сделали, это рекорд. Но вы же использовали слово продюсерский. Продюсерский центр, да. Ну, вот это было, так сказать, одно из первых таких публичных представлений вот, что ли, о системе продюсирования. И мы это всячески пытались сделать. Вот в таком варианте, в каком это было, в каком-то было принято вообще на всем белом свете. Да, я напомню, что речь идет о продюсерском центре рекорд, который Юрий Чернавский основал в 85-м году. И это было не то, что первая частная звукозаписывающая и работающая с артистами студия в Советском Союзе. Это вообще была одна из первых частных компаний, потому что только-только в Советском Союзе вообще появился институт такой, как бы частное предпринимательство. Тогда еще называли это кооперацией. И, насколько я знаю, ваша частная компания была зарегистрирована под номером 2, а номер 1 был, как вы думаете, у кого? Ну, под номером 1 компания регистрировалась с кем-то, наверное, но об этом можно было только догадываться. То есть на следующий день, как Михаил Сергеевич Горбачев объявил, так сказать, о создании хозорасчетных мероприятий, ну, тут как бы поступила команда и начали работать печати. Вот, да, это было по номерам 2, было смешно. Мы долго думали, кто же номер 1, потом посчитали, что это сам Михаил Сергеевич, так сказать, ну, на всякий случай. На всякий случай он что-то зарегистрировал. Вдруг что случится? Ну, о компании рекорд мы еще поговорим отдельно, потому что это большая интересная глава в истории советского и постсоветского шоу-бизнеса. Давайте начнем с вашей биографии, вообще с того, с чего все начиналось. А начиналось все, как я понимаю, с джаза. Несмотря на то, что вы получили первое образование как скрипач, вы учились играть на скрипке, потом как-то вы ловко перескочили на саксофон. Вообще, надо сказать, это, мягко говоря, это очень такое. Разворот на 360 градусов, я бы сказал. Ну, просто уже, как бы, это было время, когда нужно было выбирать что-то. Уже заканчивалось в училище, там, консерватория маячила. И все это, как бы, все неплохо, словно скрипке. Плюс к этому, я же говорил в каком-то интервью, там, я получил на госэкзамене 5 с плюсом. Госоценка по специальности, это что-то такое. Все возбудились страшно, потому что ничего подобного никто не слышал. Помню, до сих пор 5 с плюсом никому не ставить на госэкзаменах. Это просто... Но, тем не менее, уже саксофон, мы уже слушали джаз, слушали его... Это был 60... Какой год? Это где-то 67-68. Но все-таки в 68-м году джаз, это не то, что джаз в Америке. Да, в 68-м год в Америке джаз это такое устоявшееся традиционное искусство. У нас, напротив, потому что у нас только, можно сказать, молодые люди пришли в джаз и начали как-то им интересно заниматься. То есть первые джазовые фестивали в Советском Союзе, это 65-66 годы. То есть вы были, можно сказать, во второй волне. Ну, потому что первую задушили в сталинские времена. Вот. А вы были первым во второй волне джаза. Окей. Ну, во всяком случае, я просто помню, что саксофон, так сказать, интересовался. Мне понравился... Мне очень нравился инструмент. Был такой необычный саунд, все это привлекало, такое модное, там, тру-ру-ру-ру и все подобные вещи. И потом я помню, меня что-то забирали в армию, я там прожил где-то полгода, наверное, в муззводе. И мы в «Коптерке» смотрели фестивали Сталина. Талинский фестиваль знаменитый джазовый, который, так сказать, официально открыл... Да, Кроуд, там, и Саша Пищников был саксофонист, блестящий совершенно саксофонист. Потом мы уже чуть позже с ним очень близко подружились и, так сказать, вместе распиливали все эти пассажи Калтрейна, потому что он был совершенно калтренист, такой до мозга костей уже, там, невозможно было выбить ничем. Никакой Эрик Долфи, да, он не играл никакой роли. Калтрейн. И вот у нас такие... Мы два калтренисты. Это уже... Мы встретились после таких биг-бендов, как... Там был Борис Ренского, который меня, собственно, и вывез из города. Из города Тамбова. Из города Тамбова, да. Они пришли где-то танцы послушать, там, музыканты. И на следующий день меня притащили туда, к Борису Борисовичу Ренскому. Это один из джазовых мэтров Советского Союза. Да, да. Ну, там было всего несколько... Он был и Лунстрем, и все. Ну, Утесов. Утесов вы тоже играли, как я понимаю. Да, и Утесов тоже. А кто был круче? Как, в смысле, руководителя джаз-бенда? Утесов, Лунстрем или Ренск? У Ренского был все-таки джаз-оркестр. А Утесов, ну, они играли, веселые ребята. Так вот, они продолжали все эти веселые ребята. Меня просто позвал. Утесов я узнал. Ну, встречались на кастроли, где-то неплохо его знал. Говорит, Юра, так, давай к нам, садись на первый саксофон. А в это время, по-моему, уже разъехался оркестр Лунстрема, потому что всем понадобилась московская прописка. Ну, вы понимаете, да, в Москве прописки нет. Ты говоришь, там, генерал, конструктор, музыкант. Прописка. И весь оркестр разъехался искать прописку московскую. И, собственно, здесь меня и поймал Леонид Осипович. И, так сказать, Юра, садись, мы сейчас с тобой. Я вот тебя послушал, да, там, все здорово, там, такая новая музыка. Давайте новой музыкой будем заниматься. Ну, начали заниматься какой-то новой музыкой. Я написал какие-то аранжировки, вы все это репетировали со страшной силой. В стиле Калтрейна? Ну, там, да, такой, Куниси Джонс, там, Канн Бэйзи такие. Ну, классику такую, все-таки американскую классику. Ну, конечно, с экспериментами, там, как бы делать свои композиции, там, какие-то ритмы. Но все это закончилось, конечно, печально, потому что там весь оркестр, во-первых, репетиции смотрели на меня как на сумасшедшего. Я там, там, говорил, вы играете хай-хет, значит, тум-тум-тум, бочка, тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Так, а вы играете ту-ту-ту-ту-ту, а бонги, т-т-т-т-т-т-т. Они, что? Веселые ребята. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Это было, конечно, несовместимые совершенно вещи. И у нас у всех болела голова, у меня от того, что там что-то нужно было репетировать за тех, что они должны были сидеть и все это пробовать играть. Ну, и надо еще понимать, что вам-то было, вы были 25-27 лет, вам было, вы молодой парень из Тамбова, а у Утесова, наверное, играли какие-то метры под 40. Ну, там, да, там под, ну, 40 это такая величина. 50. Средний, молодой человек под 40. Это был конфликт поколений просто, поколенческий. Да, ну, собственно, вот потом Муслим. А вот у Муслима было совсем другое дело. Вот про Муслима хотелось бы поговорить подробнее, потому что Муслим — это Муслим Агамаев, да, великий эстрадный певец советский, азербайджанский. Ну, и вообще наш, конечно, по тем временам Элвис Пресли, по большому счету. Я имею в виду не по, там, характеру голоса или, там, не дай бог, там, музыке. Хотя и Муслим Агамаев пел «Твисты», как мы знаем. Вот, но скорее по культу, да, по культу, который его сопровождал в Советском Союзе. Культ Муслима Магамаева в Советском Союзе был сопоставим, мне кажется, с культом Элвиса Пресли. Была, очевидно, какая-то Магамаева мания. И вы были свидетелем этого, как музыкант в его оркестре. Для начала расскажите про оркестр Муслима Магамаева, чтобы мы понимали, что это такое. Это, значит, государственный эстрадный оркестр Азербайджана, как я понимаю. Ну, да. Это сколько человек вообще, например? Ну, весь оркестр был человек 60-70. 70 человек музыкантов. Да, ну, известные, там, девочки на скрилках. Все как положено. Ну, и мы, там, группа саксофонов, пять саксофонов, пять тромбонов, пять трупов, как положено. Ну, в конце концов, это, конечно, существовало для каких-то больших правительственных концертов. Что касалось гастролей, то мы выезжали малым составом. Ну, малый состав – это так мягко сказано, там человек 20. Не 60, но 20. Скромный состав. Да, ну, главное, чтобы все влазили в Як-40 Алиева, который нам его дал, так сказать, для гастролей, с барского плеча. И вот он нас стоял, ждал бедных после каждой поездки. Мы с утра собирались, все такие полумертвые, и там бедный этот самолет стоял где-то там на краю поля. Пока все соберутся, залезут в него, там-там, взлет, стоп, взлет, никакого взлета, Муслим спит. Господи, ну, все, Муслим спит, значит, еще часа четыре стоим. В общем, только в свободных график полетов у нас. На личном самолете, значит, вы летали по территории СССР. Да, мне самому удалось там порулить, как и всей команде, понимаете. Ну, это абсолютно рок-н-ролльная жизнь, конечно. У Элиса Купера был свой самолет, и у вас, Муслим Магомаевым. Да, у нас 8 лет. У него одного, у нас на всех 20 человек. Ну, это коммунизм. Это коммунизм, в Советском Союзе живем. Да, почти были, да. И на каких площадках вы выступали малым составом 20 человек? Да, все дворцы спорта, конечно, и самые большие. Ну, вы правильно говорите, я не знаю, что там про Элвиса. Элвис, в принципе, такая знаковая фигура. До сих пор там все даты его жизни справлять съезжается куча фэнов, и они лагеря разбивают целое там все это. С Муслимым такое не произошло, конечно, потому что, ну, сама система это не подразумевала. Она отрицала таких вождей, молодежи. Ну, кстати, за такую звездность и популярность Муслим Магомаев, в общем-то, и пострадал в какой-то момент. Я думаю, да, что уже надоело так. Но, конечно, успех был, я таких людей просто не видел. Мы работали там, я с разными людьми работал очень-очень много. Мне нравилось так прыгать по группам, играть с теми, с теми, с теми в этом стиле, в этом стиле. Что касается Муслима, у него, конечно, ну, просто сама личность вызывала там истерику у всего женского пола. Я думаю, мужского тоже. Потому что там не поймешь, там где мальчики, где девочки. Это когда от сожженного ухода заканчиваются концерты, от сожженного ухода подъезжает к ней Волга. Черная Волга, как обычная, Акухомовская, там кря-кря-кря, там с всеми делами, с мигалками. И вот эти все девчушки облепляют со всех сторон эту машину и буквально на руках тащат ее вот от служебного ухода до улицы. Просто на руках. То есть это, я не знаю, машина не видно, поднимет там. Ну, в общем, вот доходило до всех этих вещей. Я уж не говорю о каких-то там серьезных демонстрациях перед отелем, где останавливалась там наша команда. Что вы играли у «Муслима»? То есть, понятно, народ ждал от него песен типа «Свадьба-свадьба» пела и плясала. «Свадьба-свадьба», да. А вы со своим запалом прогрессистским, джаз-роковым. Мы, там было такое гнездо, гнездо. Во-первых, музыканты были все сумасшедшего класса. То есть, у всех лучших людей, которые были вот в оркестрах, у Кроула, где-то там у Юры Саульского были, там оркестр был, какие-то еще там разные. То есть, собрали, всех лучших людей выдернули. Ну, вы понимаете, у нас там, мы за один консенсус зарабатывали больше, чем первая секретарь, как КПСС. Понимаете, зарплаты были совершенно сумасшедшие. И, кажется, это недолго продолжалось. Три года как-то мы протянули. Потом пришла финансовая проверка. АБХСС нагрянуло. Сколько там сидел Рафик, Рафик нас дрожит, и человек там в пуговицах сидит и кричит на весь, на всю бухгалтерию. Мы за зарплатой приехали. Сколько? 50 рублей за концерт? И еще столько же, как их отструлена отбавка? И еще за шоу столько же? Ну, надо пояснить, что в Советском Союзе же все оценилось по тарифным ставкам, и они были жестко регламентированы. И даже, и зависели не от того, как ты играешь, а от того, какой ты чин имеешь. То есть, ты заслуженный артист РСФСР, то и то у тебя ставка там 8 рублей за концерт. 8. А тут, когда рядовому музыканту платят 50 плюс 50, еще 50, это, конечно... Ну, рядовой, это было неправильно. Ну, рядовой по меркам без титулов, да? Ну, там как-то они, да, не сумели оценить, да. И там, вообще, очень грамотные люди, что касается биг-бенда, играли просто идеально. То есть, ну, играли практически все, с листа профессионалов сумасшедшие, такие как Робик, Андреев, Радик, Шакаров, сейчас их никто не помнит уже. Там, Володя Левитин, ну, люди, которые играли в пятой октаве, как на флейте, на трубах, там, в тутийные места все эти. Ну, привести пример, что Николай Левиновский, как я понимаю, один из музыкальных руководителей, великолепный, значит, клавишник, он сейчас один из немногих, кстати, российских джазовых музыкантов, который уехал за рубеж в Америку и сделал там прекраснейшую карьеру, совершенно до сих пор записывает музыку. Ну, карьеру не знаю, но у него там есть свой оркестр, небольшой оркестр такой, средний состав, и они довольно успешно выступают, да. Ну, а вот у нас с Сашей Спичниковым, там, как раз и получился такой альянс. Мы сидели, как раз целиком были погружены во все эти философские дела, касаемые там, всех этих буддийских, европейских, там, конфуцианских и прочих направлений. Это было вообще такое, это же позже стало, так сказать, в рок-н-ролле везде, насколько я понимаю, там вот такая философия. Вот это было как бы базовые такие основы, на которых они там цепляли, что-то там вкладывали в голову. А здесь вот и нам награду за наши труды позволяли нам играть пару композиций в оркестре, ну, естественно. Так как Муслим ходил отдыхать, там творилось полное безобразие такое с точки зрения музыки, там, что только не придумывали, там, что только не играли. Каждый день новые композиции, там, то Коля напишет, то Сашка Пищиков, то я, то еще кто-то там. И все это игралось, и это было замечательно, конечно. Были гладкие свободы. Все, где там, ах, это свадьба, свадьба, свадьба. Там все публики кричат, Муслим, чей, руки тянут, там, люди падают, у них обмороки, там, там, бегают, с носилками кого-то выносят, кого-то вносят. И тут мы выходим. И зал впадает в литургии, они там между собой разговаривают, сидят. Ну, правда, против этого придумали, там, свои приемы, как их там будить, все. Вот, в принципе, там вот мы научились, вот, работать на публику. Когда такой контраст, мы бы стояли в таком положении, там, свадьба, свадьба, и наши эти композиции, понимаете, не конкурируют никак. Так, я не поддаюсь никакой конкуренции. Тем не менее, вот, и потом все это. А потом, конечно, появился джаз-рок, так, уже вылез в такую уже большую махину, там, начался тоже с биг-бендов. Билли Чейз, особенно Фаер, помните, может быть, да, там, все эти... И все это, так сказать, все это ужасно увлекательно, ритмично и здорово. Муслим Агомаев не тянулся к модным тенденциям, не хотел попробовать себя в джаз-роке? Тянулся, я ему свадьбу делал. Вот это интересный момент. В стиле... В стиле... В стиле... В стиле билл Чейза. Расскажите, как это было, да. Ну, это история трудная такая. Ну да, было, ко мне подходит наш аранжировщик и говорит, слушай, там у нас главный аранжировщик, он заболел. Он часто болел, примерно раз в неделю. После воскресенья... Уставал на концертах. усталость такая проявлялась вообще. Он говорит, Юра, там у нас какой-то концерт, нам нужна новая вещь какую-то, вот там. Муслим хочет свеженького, да, что-нибудь. Ну, заходим, Муслим говорит, ну вот, я вообще, я передовой человек, я музыку люблю. Очень хорошо. Значит, ну что, такое-такое-такое-такое. Остановились на Билл Чезе. У нас трубы хорошие, там все высокие. Ну, начали. Там такой сложный рисунок. Вначале трубы играют, там на самом верху диапазона. Там сложный рисунок. Потом пауза. И дальше идет, ну, ритмический рисунок. Такой же какой-то дробный, там немножечко латинос, немножечко такой, там, и он поет про свою свадьбу. В конце концов, значит, репетиция, значит, сидит весь оркестр. Лица у всех мрачные такие. После сами понимаете... Воскресенье. После воскресных, да. Встреч с любимыми девушками, там, в каждом городе у кого-то была до любимой девушкой. Потому что все эти города уже объездили раз десять уже, наверное, по всей стране. И мы так начинаем с ним репетировать. те сыграли, так сказать, все прекрасно, все. Ритмические фактуры, все, синкопа, мыслим. Молчание. Секундочку. Сейчас я... Ну, прошли с ритмом. Что получается? Ну, еще раз, поехали. Опять синкопы, быстрое вступление. В самом верху трубы, трубы играют на самом-самом верхнем диапазоне. у них же лица там такие, цвета помидора такие уже, там, будет тяжело же выиграть. Синкопы. Мыслим. Нет ответа. Стоп, стоп, стоп. Сейчас, сейчас понял. Опять начинаем. В самом верхнем диапазоне трубы отыграли свои идеальные без ошибок. Синкопы. Мыслим. Понял, говорит мыслим. Сейчас мы это сделаем. Ну, в общем, так шесть-семь раз ну, тяжело давался джаз-рок. Потом меня уже позвали наши трубы, которые вообще еле выползли со сцены после репетиции. У меня позвали за столик, за кофе. Он говорит, Робик Андреев, такой хороший трубарик, рамный. Говорит, Юра. А, Юра, Джан. Говорит, если ты еще раз напишешь муслиму джаз-рок, матери клянусь, увольняюсь. Хочу умереть на родине. Такое... То есть, эффект был замечательный. А потом пришел муслим и говорит, джаз-рок был настоящий. Я вот немножечко так привыкну. С той поры не возникало никаких вообще разговоров о джаз-роке. Но зато все остальное, это, ребята, это было потрясающе. Я никогда не видел столько цветов, во-первых, откуда они их брали. Просто... Свои каналы связи, да, азербайджанцы. Ну, буквально по колену. Розы по... Намного больше сцен в 20-й спорте, чем на этом помещении. Вот буквально все покрыто розами. Я знаю, у вас есть несколько еще историй про веселую рок-н-рольно-джазовую жизнь в качестве звезда, как это вот, в составе оркестра Муслима Магомаева. Но хотелось бы вернуться к музыке. Потом, после того, как вот эту всю прекрасную малину накрыла, значит, ОБХСС, как я понимаю... Все закончилось, да. Все закончилось. Ну, как бы, музыкантам вернули ставки на обычные советские уровни. как бы сам собой оркестр расползся из звездных джазменов, да? И вы, как ни странно, насколько я знаю, оказались в ресторане Метрополь. Вы... Что вы там делали? Нет, я уже... Мы уже сидели, очень крепко сидели на таких вот новых течениях на всех. Появился Питер Гебриал, уже вышел так. Его дженитис уже стал очень серьезно звучать. Фил Коллинз стал появляться там. Ну, в общем, вся эта, вся эта, как говорят, здесь тусовка лондонская, где Брайан Инна, Брайан Ферри, где Стинг потом появился, Гебриал, там же Элтон Джон, там все остальные, Джордж Майкл, там такими стадами такими ходят. Сейчас, кстати, тоже там организуется очень серьезно система под Эль Ширан. Есть такой парень, он под его маркой сейчас очень много талантливых вообще ребят под 19-20 лет. Просто удивительные голоса и очень здорово работают, и публика отвечает взаимностью, что интересно. музыка непростая такая, не умс-умс. Где-то по 70-100 миллионов там просмотров где-то за неделю. В общем, Лондон всегда был таким как бы ну вступительный что ли класс первоначальные все шаги люди делают в Лондоне, потом они едут в Нью-Йорк, там в Нью-Йорке вперед едет в Лос-Анджелес, там записывают, потом из Нью-Йорка им как бы дают финансирование, и уже они начинают катиться по дистрибьюшену, по финансированию, по представлению как вытащить уже почти почти вот чуть-чуть осталось почти готового артиста, конечно, равных Голливуда нет. Это именно этим они ценны, что они никогда не берут в работу людей вот из как бы которые только начинают, или они каких-то первых успехов добились. Эти все этапы, они должны сами пройти, а вот когда он почти готов, когда он уже сам чего-то добился, и когда за ним уже ходят хвостом девочки по Сан-Сет-Бурвару там у себя дома, вот тогда они начинают вытаскивать международный уровень, и там конечно ни денег не жалеют, ни ничего. Но вернемся в Москву образца конца 70-х, ресторан Метрополь. Что хорошему музыканту делать в ресторане Метрополь? Ну гастролей было мало, музыканты были вообще невостребованы. Ну какие там музыканты? Веселые ребят самая крутая группа вселенной. В Советском Союзе на тот момент, да. Ну да, и ты можешь себе представить, что все, кто умели играть и петь, конечно на английском языке ни одного слова нельзя было спеть. Ну это заканчивалась карьера навсегда. то есть на сцене нельзя было, а в ресторане все можно, да, там благодарные повара, которые там носили нам чего только, какие блюда не носили, какие-то. Мы как приходим, ребята, я уже забыл, что там заказывали, но обычно такой вот там Элтон Джона там что-нибудь там сыграете или там. И вот мы играли Элтон Джона для кухни, они вам за это поляну. Они за это там просто там очень красиво. Всегда стол стоял перед сценой, большой стол, и мы так смотрели, нужно, ну как бы неудобно во время работы садиться и кушать. Поэтому этот стол для нас забронированный был всегда. туда с каждой новой песни туда приносили новое какое-то блюдо. Я уж не говорю там про разные там кавказские песенки, которые мы тоже с удовольствием исполняли за такие шашлыки, ребята. В стиле джаз-рок, Каждый из вас с удовольствием может что-то спеть. В стиле джаз-рок. Вот такой. В общем, ночные клубы в Москве образца 79-го года это ресторан Метрополь и прочее, да? Метополь, Будапешт. Будапешт. Хорошая группа очень была в Будапеште. Где классные музыканты играют все, что хочешь, заплати только 25 рублей за песню. Певцы идеальные, просто замечательные певцы, ребята. Но потом это все как бы опять понимаете в чем дело, что как бы они там все не старались открыть как бы они все не старались все равно не получится вылезти куда-то в другую страну, там никто не понимает по-русски ничего. Это как в 19 веке произошло вот с российской классической музыкой, где на мой взгляд вообще я серьезно занимался классикой где-то лет до 18. И на мой взгляд это ничем не уступали Верди всем остальным людям Могучая кучка вы имеете ввиду русские композиторы Могучая кучка Бородин Бородин Римский Корсаков Киев Да Бородин командовал у них этим делом Значит не только они что мы будем даже возьмем более поздних там Архманин Чайковский там ну бывает музыка интересная все что классик сохранилось до сих пор то есть вот в той же Америке это постоянно кроется вот на классических радиостанциях там 60% музыки из России классическая музыка из России но там где люди начинают открывать рот там где начинается пение тут же итальянский язык ну так принято но итальянский язык вот тут он был принят таким он остался что касается современной так сказать культуры она совсем другая и здесь без английского языка вообще ничего невозможно делать потому что все во-первых привыкли потом английский язык более-менее знаком вообще всеми даже сейчас в России по-моему каждый пятый говорит по-английски ну как-то там сносно может понимать это все дело поэтому тексты ясны и вообще английский язык он дает невозможно используя русский текст практически невозможно достичь звучания вот этого вот такого специфического звучания оно и мягкое и синкопированное и разных то есть это оно оно быстрее как-то так сформировался вот этот стиль на английском сленге на английских слогах и просто когда эта музыка звучит уже на другом языке то это странно слушать но но сейчас немножечко там как бы китайцы работают азиаты с этим и кто только не работает да да ну все равно это 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 уже там какие-то другие эксперименты это касается уже разных диско стаффа там уже оттуда началось а такая классическая такая рок-музыка она вся вся по-английски поется ну да то есть по-вашему проблема так сказать того что российская музыка российская артисты не востребованы за рубежом это в первую очередь языковой барьер да проблема то что у нас не могут и не умеют петь по-английски не скажите у нас и могут и умеют но это просто никак не поддерживается это просто везде палки в колеса вот мы с вами помните затеяли тогда на сайте так сказать как бы мы сделали сайт по типу моего рекорда этого того бывшего так сделал версию 2 и сделали сайт это было где open space на open space мы открыли такую вещь и объявили людям что ребята вот кто поет на английском языке кто хочет работать так сказать на всем белом свете не останавливаться на так сказать вот на своей стране а как бы выходить наружу еще там смотреть что там что там в конце концов есть как люди живут как они играют как они поют все таки ты когда внедряешься в какую-то такую систему в такую компанию на западе интересных профессиональных подготовленных музыкантов ты сам должен быть готов немножечко правильно иначе тебя просто не примут дверь закрой за тобой и все должен быть немножечко готов хотя бы немножечко ну так они до этого даже вот до этой ступени не могут дойти потому что он просто не может сказать may come in или там что-нибудь хай барри должен долго думать поэтому в данном случае язык играет здесь вообще ключевую роль в том чтобы вот наши ребята русские музыкантов которые умеют писать музыку и умеют ее сочинять сколько нам пришло Артем Троицкий тогда мы его пригласили тоже там он у нас был Артем Троицкий говорит да Юра да о чем ты говоришь ничего мы там не найдем здесь там пять человек там пять коллег где-то по подвалам там сидят что-то бренчат ну мы так собственно и безнадежным таким с Денисом с безнадежным таким отношением к этому делу но открыли все-таки в первый день пришло 200 групп но заявок очень много притом я слушаю просто язык язык очень неплохой ну слышно чуть-чуть но это не страшно на всяком случае музыка текст все вот это то есть люди практически готовы вот уже они готовы к тому чтобы начать учиться делать это профессионально и уже работать то есть два года работать с таким человеком он уже в индустрии это неважно станет он суперзвездой или он будет просто таким студийным музыкантом или просто ездить где-то работать небольшие концерты это неважно но он уже будет во все это среди всех этих людей ведь понимаете они не просто знаменитые люди это они это заслужили понимаете вот тот же там бедный Жорж Майкл который умер несколько лет назад вот мы сегодня едем сюда и таксист включает радио и там Жорж Майкл и он сидит пригорюнился таксист да таксист говорит я все альбомы у меня дома есть это моя самая любимая песенка ну то есть не просто так это не просто это да хорошо таланты в России есть не хватает поддержки да и сейчас ее нет государства мы ее не видим а в советском союзе и в принципе не было просто стоят столбы постоянные которые там вперед дороги это не шлагбаумы это нельзя а есть припоны это нельзя это нельзя хорошо давайте все же вернемся к вашей истории тому как вы несмотря на то что вы существовали в этой жесткой ригидной советской системе со всеми этими припонами как-то умудрились протащить свою фишку как вы говорите да я хочу просто несколько музыкальных примеров привести чтобы может быть понятнее было тем людям которые не очень хорошо знают песни Юрия Чернавского значит вот как раз после того как вы ушли как сказать из ресторана вы оказались веа красные маки давайте просто послушаем что веа красные маки играли до того как к ним присоединился Юрий Чернавский я хочу подчеркнуть что в этой песне впервые прозвучало слова дискоклуб и дискжокей на всю территорию Советского Союза уже это является неоценимым вкладом Юрия Александровича вы знали да что такие слова есть да это действительно так сказать для многих они впервые столкнулись с этим словом и вообще сама эта пластинка эта пластинка кружится диски он такой концептуальный дискоальбом это такой как бы поход в дискотеку он даже замиксованный треки как бы сведены друг с другом то есть такого в Советском Союзе никто до этого не делал вот да и после было тяжело повторить то же самое но технически вы совершенно в других условиях писали и делали диско-музыку да в отличие от американцев вот вот мне особенно мне нравятся вот эти вот вот эти ваши уже фирменные которые потом дальше как такой трейдмарк чернавского эти безумные электронные звуки как вы этого добивались что вот просто технически на каком синтезаторе или что у вас было там уже начали появляться эти синтезатора и собственно первые же первые же из них оказались в моих руках волей случая вот как раз благодаря этим красным маком как бы и группа такая была никакая там группа имени тульского обхома комсомола но тем не менее парнишка который я руководил был такой достаточно молодой и очень упертый ему всегда хотелось чтобы у него было все самое лучшее такое и все первые синтезаторы как выходит на это мух только-только там где-то он раскрутился уже все знают мух 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 тоже смотрю у меня мух появляется там там IRP потом еще какие-то то есть синтезаторы у нас были такие несколько неплохих синтезаторов можно было что-то делать я фактически как клавишник я я конечно играю там и на пиано на всякой но меня больше конечно интересовало всегда вот синтезаторы то есть работа с тембрами с банками тембров вот какие-то там саунды какие-то такие хитрые в общем вот таким образом вы оказались в авангарде танцевальной электронной музыки в Советском Союзе раз я сам делал то повторить практически невозможно вы же понимаете синтезаторы там просто повернул там одну ручку там фреквенции и звук совсем другой то есть там а банки чтобы воровать тогда еще не пришло время банки с звуков пресеты да чтобы скачать по миди все настройки нужно быть профессором поэтому каждый для себя это делал ну вот такие первые годы были ну они быстро прошли вот уже в 83 мы бананы писали когда то там уже так сказать было посередине были ну просто уже была техника более-менее такая она и сейчас кстати ценится вот тогда было самое время когда считается винтажная вот эти машины винтаж синтезайзерс они ну такие классические модели золотая эпоха юпитер сейчас он просто открыл магазин музыкальный там с рук до 10 тысяч долларов стоит эпитер 8 цены растут 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 в цене все аналоговые сейчас техника опять возвращается взамен все набаловались уже с цифрой и цифры используются сейчас только токсически для записи чтобы вот и то такие серьезные программы чтобы записывать можно просто материал а потом уже по миди там все это гонится и пишется все с аналога уже на пленку то есть фактически пишется записывается только исходники на цифру потому что там легче легче редактировать что ли а сам по себе звук с тем что на пленке сравнить нельзя потому что намного мягче жирнее и вот такая история кругами все и ходит раз мы заговорили про банановые острова это действительно альбом веха в истории отечественной поп-музыки но причем альбом веха такая которая не получила свое время должного признания на мой взгляд то есть популярность она получила а вот официально толком его издали только спустя 30 лет к сожалению потому что он пролежал на полке вся та история которая была придумана вами и вместе с Владимиром Матецким она к сожалению в то время не состоялась банановые острова альбом революционный про него можно почитать в интернете что прекрасно что вы сделали так сказать на технической базе возможности группы веселые ребята в общем главного на тот момент ансамбля Советского Союза я тоже хочу провести просто пример что играли веселые ребята до того как Юрий Чернавский влился в их коллектив мальчик бананов Юрий Чернавский надо потом вас поставили там наверное знаком с этой композиции через фильм большинство знакомы с этой песней по фильму Ас на самом деле песня была раньше и она вдохновила сценариста этого фильма вообще на весь этот сюжет недаром главного героя фильма собственно зовут мальчик бананан но я хотел спросить о другом значит вы с помощью на технических так сказать возможностях веселых ребят записали этот альбом Павел Слободкин испугался его издавать и как-то поэтому в том числе пластинка не вышла она вышла значит неофициальным образом разошлась буквально да из рук в руки люди перезаписывали кассету через два года песня мальчик бананан была главным хитом советских дискотек по опросам хозяев ну как бы руководителей дискотек в Москве и в Ленинграде вопрос у меня такой ну в принципе у вас были вот эти все возможности да музыканты все же веселых ребят которым было по кайфу с вами играть это чувствуется по записи да почему же вы решили сами запеть на Монановых островах у вас же идеи были под рукой профессиональные вокалисты да Буйнов очень прилично пел Леша Глезин ну тот лирик наш был такой то еще и были какие-то певцы солисты ну те вообще были как раз вот типа про страну которые и потом раньше раньше вообще как бы все странно так это все получалось все смешно что я люто ненавидел это вот как он сейчас ставил Пашкина да Слободкин вступление дум 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 веселая страна то есть никакого вообще никакого веселья в принципе вообще к тому что все начиналось ну типа там он показал что мы тоже ездим да там для вас для вас мы приготовили ну а потом союз композиторов пошел у нас к сожалению очень мало времени буквально осталось последние пять минут поэтому я думаю что если кто-то из зала хочет задать вопрос Юрию Чернавскому у вас есть такая возможность да тридцать лет какие-то какие-то такие намеки и мысли были или это просто было дурачество ну вот как-то эти слова сами появились или нет ну как он сказать я так считаю что каждый дурак себе на уме правильно просто чистых дураков не бывает они каждый что-то там хочет сказать естественно ту-ту-ту это все это тогда было очень востребовано но люди бы на худсовете если бы была такая ситуация они бы наверняка нашли я писал все тексты в общем-то рассчитывая на на ребят вот с которыми я общался мы у нас была очень веселая компания в Москве там состоящая из из так местной элиты куда входили разные разные картежники там доктора наук философы художники там сынки члена ЦК КПСС пьяницы горькие и прочее в общем такой насыщенный был коллектив и все в общем-то ну довольно как говорят сейчас прикольное такое было было сообщество то есть там скучать не приходилось и собственно я и писал это для для людей у которых мозг как бы он он как бы старается что-то там с извилинами происходит там что-то слушает то есть не таких не для прямого такого прослушивания потому что там все странно на первый взгляд на самом деле там обыкновенные такие как бы притчи маленькие маленькие притчи естественно там было 150 там слоев подряд там с этим роботом я сошел с ума которая я кстати текст написал вот этот рефрен я написал прямо у телевизора лежу на диване мы уже заканчиваем альбом и там не хватает несколько сунгов и я лежу полглаза смотрю телевизор а там выходит какой-то человек галстуки со всеми там с медалями со всеми здесь он герой труда здесь там шахтер здесь комбайнер и в общем таки многостановочник такой выходит и начинает говорить и чем дольше он говорит я понимаю что он просто идиот ну круглый ну такой патентованный я сижу слушаю и никак не могу увязать так сказать все с реальным смыслом все что он говорит он говорит мы там достигли у нас партия это почему да и мне так пришло в голову даже не человек это робот просто я робот я робот я сошел с ума и все бурный аплодисмент ну кто-то в те времена захватил те помнят вот эти все забавные забавные такие передачи с да мы сейчас вспоминаем эти времена глядя в телевизор в общем поэтому сейчас альбом банановая острова слышится не менее актуально я вам хочу сказать еще вопросы ой есть вопросы ну один давайте есть времена один вопрос такой вопрос интересует вот касательно игр доброй воли восемь шестого года как вы попали в обойму как как поступило это предложение записать музыку была ли это инициатива ну наших партийных каких-то деятелей или это какое-то сами американцы на вас там вышли ну и такой уж извините сопутствующие вопросы возможно ли в перспективе выход вашей музыки ну как музыки к играм доброй воли ну и той музыки которая записывалась к нашему мультфильму ребят не знаю вот я так при себе особенно оригиналов не хранил ну как вы понимаете да что когда вы молоды вы же не собираете фотографии собственные а потом когда наступает какой-то момент а вот какой-то был маленький хорошенький а где твоя фотография найти и нету маленького хорошенького потому что никто не догадался тебе сфотографировать поэтому естественно все эти так сказать оригиналы они их оставляли легкомысленно так сказать но думая что советская власть уже переросла уже скоро коммунизм грянет по всему миру и там все оригиналы сохранятся на века тем более конечно все разрушали все там растащили и где их искать непонятно хотя может быть вот с помощью Дениса он бросит клич скажет ребята помогите разыскать там что-то мы так кстати поступили там ты помогал по-моему да есть виниловая антология изданная очень лимитированным тиражом это на самом деле максимум того что мы смогли найти и собрать из записей то о чем вы говорите мы конечно тоже очень бы хотели услышать и музыку к играм доброй воли и музыку к мультфильмам но вот их реально только сейчас с ютуба снимать и переоцифровывать оригинал а там с доброй воли получилась ну история мы уже кое-что записали такое ну не там где я плавал так как рыба в воде а так уже начал заниматься музыкой ну просто интересные интересные люди понимаете Тала Пугачева мы с ней дружили до сих пор переписываемся так вот дружили лет 10 наверное пока я не поехал работать в Европу значит Миша Боярский тоже неординарный человек такой весь завернутый такой парнишка его немножечко чуть-чуть сшилом в задницу он просто такие выдает судебры ну вот это все Вова Пресняков когда так сказать фактически я его вытащил из его какого-где он жил где-то на крайне Москвы там получили квартиру и я как раз делал фильм с Хелькевичем называется Выше Радуги и там должен был мальчик петь ну мальчиковым голосом и мне все там девочки там нужно или мальчиков 13-летних это было невозможно найти потому что я терпеть не мог этих мальчиков для которых как я выражался песня Сурок которую написал Людик Иван Бетховен где-то с дичайшего Будуна там это считался вообще великим произведением искусства ну это такая песня для музыкальной школы вот это это все что было в общем в наличии и здесь я заехал к Володе Преснякову старшего мы с ним старшие друзья были уже давно и он говорит вот не знаю у меня здесь мой шалопай что-то там не знаю куда пристроить там что-то там сейчас с пацанами вот вчера пиво пили я говорю ну поговорили что-то говорит никто не хочет брать его что-то а поет он говорит я его научил там Альджирову петь он Альджирову знакомый наверное человек ну тут тоже фальцет там поет мелко там фиаритуры разные он говорит я его научил он поет ну а что это что это фальцет куда его девать никто его а мне здесь в голове торчит этот мальчик 13-летний с сурком который я недавно слушал там с тонким голосом и я говорю ну покажи хоть что это такое ну прибегает такой мальчишка такой кудрявый весь развеселый папа а что ну сыграй там поимпровизируй ну сел и так грамотно и там все эти все эти фишки наверху и скачки прыжки интервалы и импровизация более-менее нормальная и я я понял опа кажется я придумал что делать родилась звезда по имени Владимир Пресняков спасибо большое Юрий Александрович к сожалению мы сейчас должны отключиться потому что у нас международная трансляция и на этом мы можем поаплодировать Юрию Александровичу а мы потом можем продолжить общение в неофициальной обстановке я думаю и доспросить все что мы хотим спросить спасибо что Юрий Чернов очень приятно было с вами познакомиться со всеми я же давно здесь не был